Дело в том, что когда я прочел сценарий Юрия Короткова, то для меня это была совершенно современная история. Я новеллу Мэймэ читал очень давно и, в принципе, забыл ее. Я перечитал эту книжку только тогда, когда мы сделали примерно половину, наверное, съемочного периода. Половина съемочного периода прошла, а мой герой, Игорь Петренко, взял эту книгу с собой. Он как раз очень скрупулезно подошел к этому делу. И вдруг я с удивлением обнаружил, что в сценарии Короткова событийный ряд практически буквально повторяют то, что написано у классика. Для меня это было открытием, приятным открытием. И я понял, какой, собственно говоря, фокус он совершил. Он сделал вечную историю совершенно современной. Так что никто даже не подозревал о том, что это было написано более ста лет назад. А почему Кармен? Она же светлая. Да говорят, гадает как цикарь. Лет так 10-12 назад я очень заботился о том, чтобы в моем фильме, чтобы фильм был похож на что-то, чтобы там происходило что-то похожее на то, что уже делали. Вот. Прошло время, и мне перестало это быть интересным, собственно говоря. Может быть, дело возраста, может быть, еще что-то. По-другой стороне, от этого никак не избавишься. Мы же не на пустом месте делаем кино, да. Так или иначе, все равно существует влияние мастеров, существуют картины, которые мы смотрели, и никуда от этого не деться. Но когда мы делали фильм «Кармен», я об этом не думал совершенно. Это, наверное, уже такой автоматизм. Хотя, разумеется, Бонни Клайд, я очень люблю эту картину. После нее была картина «Прирожденный убийца», которую я не очень люблю, но тоже, наверное, чем-то похожа. Но я думаю, что там есть еще и другие цитаты. В сценарии все было написано по-русски. Просто были ремарки о том, что вот сейчас говорят по-цыгански, а вот сейчас говорят по-татарски, что это татары, это цыгане, или там даже греки есть, между прочим. Просто литературный сценарий – это только так материал для картины. Нам, естественно, пришлось озаботиться об этом. С цыганами вообще была большая проблема, потому что играл человек из театра «Ромэн», тот, который играл цыгана, он говорил не на правильном языке. И вообще он нас сильно обманул. Он говорил ерунду какую-то. Нам пришлось на озвучание вызвать настоящих цыган, которые поправили текст, которые озвучили, которые сделали это все литературно и так далее. Помогли героине поговорить по-цыгански, между прочим. Она, естественно, актриса, конечно же, не знала цыганского языка. Что касается крымских татар, то это были настоящие крымские татары. Дело в том, что в городе Бахчисарая существует татарский театр. Уникальный совершенно театр. И, по крайней мере, два актера. Вот актриса, которая играла жену нашего героя, который его оплакивала. Это актриса татарского театра. Великолепная актриса совершенно. Ощущение такое, что это натуральный персонаж. И человек, который играл мулу. Маларьяр, да мне это нет! Два татарских актера, абсолютно натуральные, которых никто не знает, естественно. Они играют для своей аудитории у себя в театрах. Поразительно, насколько наша страна богата талантами все-таки. Вот, естественно, мы заботились об языке, о том, что это было бы натурально, чтобы нас не осмеяли носители этого языка, конечно. Но, как кино, это искусство очень натуральное, собственно говоря. Требует подлинных фактур. Во-первых, я был уверен, что в картине не должно быть ни одной ноты, ни одной интонации с Жоржем Безе. Поскольку наши герои не знают ничего. Они простые люди. Для них история происходит в первый раз. То и для нас тоже не существует этих ассоциаций с классиками. Поэтому, поскольку они ощущают все, что с ними происходит непосредственно, поскольку с ними происходит это в первый раз вообще в истории, должна была быть музыка совершенно новая. Ни в коем случае не знакомая нам. Это раз. Но поскольку эта история очень глубокая и как бы всегдашняя, имеющая значение для всех времен, то это должна была быть музыка неповерхностная, неповерхностная, по крайней мере. Поэтому я был уверен, что это должен быть симфонический оркестр. Почему возник Геннадий Игоревич Гладков? В свое время я когда-то слышал один кусочек его музыки, не той, которую все знают, ни бременских музыкантов, ни обыкновенного чуда, ни вообще картин Захарова. Это был кусок, я даже не помню, из какого фильма, написанный для симфонического оркестра, где играла струнная группа. Тогда мне, это лет 25 назад было, меня поразило просто, до какой степени это подлинно изощренная академическая музыка. Когда я искал композитора для этой картины, мне хотелось, чтобы это был композитор из, что называется, прежних времен. Понимаете? У меня, собственно говоря, было две кандидатуры. К двум композиторам я хотел обратиться. Это мог быть либо Александр Зацепин, либо Геннадий Гладков. Зацепина тогда не было. Я не был знаком ни с тем, ни с другим. Мы познакомились с Геннадьей Игоревичем, подружились с ним. Ну и вот в результате возникла эта музыка. Хотя он написал сначала слишком простые темы. Они были простенькие. Мне потребовалось достаточное количество времени для того, чтобы попросить это сделать изощреннее, проявить все свои умения гармонические и так далее, академические. В одном случае я даже подсказал ему, что вот две темы, я не могу сейчас петь, понимаете, что они составят контрапункты. Он их соединил вместе, и получился один из самых лучших номеров. КОНЕЦ Ну что, вперед! КОНЕЦ КОНЕЦ Там есть тема любви, которая достаточно простая. И есть тема смятения, так скажем. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я действительно просто однажды стоял на трамвайной остановке. И вдруг понял, что эти темы, соединенные вместе, они составляют контрапункты, что они могут звучать одновременно. Я позвонил тут же. Тут же позвонил Гладко. И он написал этот номер, который, в общем-то, у нас несколько раз звучит. Поймите же, что можно прожить жизнь за 80 лет, за 100. Можно прожить за год. Все без малейшего остатка. К сожалению, нужно подчеркнуть, что, в общем-то, мы, киношники, занимаемся очень опасной профессией. Мы все время об этом забываем. Нам кажется, что это игра такая. На самом деле, это, ну, что называется, рана в душе Володи Карташов и вообще группа художников. Это Володя Карташов, это Сережа Пятнюнос, художник-декоратор, и Алексей Макаров, ассистент по реквизиту. Это была команда одна. Сразу же после нашей картины они попали на картину к Сереже Бодрову. И вот случилось это несчастье. Особенно печально для меня лично, например, то, что это была первая работа с Владимиром Карташовым. Собственно говоря, в картине «Кармэн» произошла такая вещь – смена команды. Это была первая большая работа с оператором Игорем Кожевником, с новым художником Владимиром Карташовым. До этого я 12 лет работал с другой командой, с другой группой. Так получилось, что на этой картине группа полностью сменилась. И у меня было ощущение, что я встретил новых родных людей. Ведь съемочная группа – это как семья. И вот группа художников, к сожалению, поработала со мной только одну картину. Знаете, может быть, Кощунственно говорить, что это связано с картиной, но картину – это человеческие жизни, это неизмеримо больше, чем то, что связано с фильмом. Но я думаю, для настоящих киношников кино – это и есть жизнь.